Девушки отдыхают Девушки отдыхают На ее границах, оставив за спиной Румынию и Болгарию, стояла Красная Армия. Когда мы уже встретились с русскими и шли на Белград, вдруг началась стрельба из «Катюш». 300 машин стреляли по немецким позициям у Белграда. Мы сначала подумали, что произошло землетрясение и со страха упали на землю. А один русский спросил меня, ну как, хорошо «Катюши» поют? Так что мы хорошо ощутили их ударную мощь. Операция по освобождению Белграда началась спустя три недели после той секретной встречи в Кремле. Красная Армия и югославские партизаны действовали по общему плану. Мы наступали вот по этой улице, а из этого и из того дома по нам вели огонь немцы. Их уже оставалось мало, но они оказывали ожесточенное сопротивление. Так что даже в самом конце боев можно было легко нарваться на пулю. Сденко Дупланчич помнит все до мельчайших подробностей. Здесь пробиралась их рота. Отсюда по нему 15-летнему партизану стреляли немцы. Красноармейцы и югославы шли в бой плечом к плечу. Под шквальный огонь, под бомбы, снаряды. Часто на верную смерть. Здесь тогда тоже шли очень сильные бои. Немцы засели в здание Народного театра. По ним даже из пушек стреляли, но они очень хорошо там укрепились. Немцы открыли огонь из тяжелых пулеметов. И здесь, вот на этом месте, погибло 28 русских солдат. Эти немецкие танки и орудия, захваченные в октябре 1944-го, напоминают о тех боях. Немцы отчаянно защищали свои позиции, которые заняли в ходе скоротечной 17-дневной войны 10 апреля 1941 года без особого сопротивления. Королевская Югославия была разбита. Короли правительства бежали за границу. Немцы и их союзники установили на оккупированных территориях режим настоящего террора. Сопротивление подавлялось самым беспощадным образом. На территорию оккупированной Югославии шел практически геноцид народа, который был доминирующим в этой стране. Сербам практически не оставалось никакого выбора, сражаться ли им за свою свободу, за свою независимость или просто тихо умереть. Сербский город Крагуевоц. Здесь геноцид достиг своего апофеоза. Немцы впервые применили на оккупированных территориях массовые казни заложников. За каждого убитого солдата вермахта они расстреливали 100 человек. За каждого раненого – 50. В октябре 1941 года в Крагуевце гитлеровцы расстреляли около 3000 заложников, в том числе 300 гимназистов. Здесь изображены лица расстрелянных гимназистов. Они все похожи друг на друга, потому что смерть уравняла их. Они все стали легендой. На месте расстрела гимназистов установлен памятник. Он похож на смертельно раненую птицу, пытающуюся взлететь. До конца оккупации было убито около 80 тысяч мирных жителей. Ответом на террор в Югославии стало партизанское движение, самое мощное в Европе. Я ушла в партизаны еще в 1941 году. Мне было тогда 14 лет. В том 1941 году моего отца забрали в концлагерь и там расстреляли. Моего старшего брата, который меня вырастил, тоже расстреляли. Моя мама была русской, из Челябинска. И она как-то сказала, что Россия победит войне. За это ее убили. Мою старшую сестру тоже убили. Главной силой югославского сопротивления были коммунисты. Созданная в 1942 году из партизанских отрядов Народно-освободительная армия Югославии к сентябрю 1944 контролировала уже большую часть страны. В ней насчитывалось более 400 тысяч бойцов. Именно в это время в Москву прилетел таинственный человек с маршальскими погонами. Это был верховный главнокомандующий югославских партизан маршал Тито. Долгое время о Тито ходили самые невероятные легенды. На Западе писали, что он то ли из советских дипломатов, то ли венгерский коммунист, то ли художник из Белграда. Говорили даже, что Тито это аббревиатура, название тайной международной коммунистической организации. И только в Москве всегда знали, кем был маршал Тито на самом деле. Тито это псевдоним Йосипа Бруза, который по своему происхождению был наполовину хорватом, наполовину словенцем. Затем в качестве поданного монархи Габсбургов он принимал участие в Первой мировой войне, попал в русский плен, здесь стал коммунистом. Потом Тито учился и работал в Москве. Перед самой войной он стал генсеком Югославской компартии и снова вернулся в Югославию. Но тогда никто еще не мог предположить, кем он станет в ближайшем будущем. Это действительно была величина мирового масштаба. Их, собственно говоря, было всего человек 5-6. Это Рузвельт, Сталин, Черчилль. Ну и вот где-то вот здесь Тито, Деголь, Тито. Вот какой уровень был. Итак, сентябрь 1944 года. Москва. Тито прибыл на встречу со Сталином. Они должны были обсудить план совместной операции по освобождению Югославии и Белграда. Переговоры носили строго секретный характер. Тито нервничал. Перед встречей его предупредили. Сталин очень зол на него. Причина на первый взгляд странная. Сталину неоднократно докладывали. Югославские партизаны носят на пилотках красные звезды. Их делали из всего, что попадалось под руку. От бумаги до консервных банок. С партизанами они иногда обменивались всякими, так сказать, или значками, какими-то сувенирами. Так, в общем, в ходу были, так сказать, пуговицы наши. На наших пуговицах звезда была. И вот для них это самый ценный подарок был. Большинство югославских партизан были убежденными коммунистами. И красные звезды они носили как символ мировой коммунистической революции. Вера в СССР у них была чуть ли не религиозная. У нас не было одежды, мы были голодными, босыми. Нам было очень тяжело. Мы четыре года в лесу мечтали о том, как встретимся с Красной Армией. Многие партизаны считали, что после победы Югославия должна вступить в Советский Союз. Они пели советские песни, порой сочиняя для них собственные слова. Этим людям трудно было поверить, что их красные звезды могут вызвать серьезное недовольство у человека, которого они считали своим вождем и учителем, у самого товарища Сталина. Между тем, его логику объясняли геополитические соображения. С 1941 по 1945 годы в Югославии шла не только освободительная война. Ее терзали кровавые гражданские и межнациональные распри. Во время войны Югославы понесли потери 1 миллион 706 тысяч. Но из этой цифры, 1 миллион 706 тысяч, только 300 тысяч погибли в боях. А все остальные, это хорваты резали сербов, сербы резали хорватов, македонцев и так далее. Отряды Югославского сопротивления тоже воевали друг с другом. Партизаны коммуниста Тито и партизаны-сторонники королевского эмигрантского правительства были злейшими врагами. Тито не раз сообщал, что монархисты сотрудничают с немцами. При этом партизан коммунистов поддерживала Москва, а партизан монархистов – Лондон и Вашингтон. Советский Союз всячески поддерживал борьбу с оккупантами. Однако в Москве считали, что Югославской компартии пока не надо участвовать во втором этапе борьбы, то есть в революции. Сталин опасался, что излишняя революционность партизан может серьезно осложнить отношения с западными союзниками. Впрочем, к осени 1944 года было уже очевидно – армия Тито, которому в 1943 году партизаны присвоили звание маршала, является решающей силой в войне на этом участке фронта. Рассчитав ходы на будущее, помогать Тито изъявили желания Лондон и Вашингтон. В свою очередь Сталин рекомендовал югославским коммунистам найти формы сотрудничества с монархистами, объясняя, что не надо раньше времени пугать Запад красными звездами. «Зачем вам красные пятиконечные звезды на шапках? Не форма важна, а результаты. А вы красные звезды. Ей-богу, звезды не нужны». Впоследствии Тито утверждал – эти и другие разногласия сильно осложнили его первую встречу со Сталином в Москве. А ведь она имела огромное значение. На ней решался вопрос о совместных действиях Красной армии и партизан по освобождению Югославии и Белграда. Потом они все же нашли общий язык. И Сталин прямо из своего кабинета отдал все необходимые приказания командующему Третьего Украинского фронта Толбухину. Тито вспоминал, что Сталин при нем сразу позвонил генералу Толбухину, приказал выделить танковый корпус для освобождения Белграда. Но при этом оба вождя договорились о том, что Красная армия сразу после Белградской операции покинет территорию Югославии. Сталин также пообещал до конца года передать партизанам вооружение для 12 стрелковых дивизий. Затем он пригласил Тито к себе на дачу. Там ужин продолжался до глубокой ночи. Визит Тито в Москву закончился успешно. Впрочем, есть одна странность. О ходе этой встречи известно только со слов Тито. О переговорах сентября 1944 года между Сталином и Тито стенограмма до сих пор является засекреченной. Мы не можем с уверенностью утверждать, что же находится в этих документах. 28 сентября 1944 года агентство ТАСС сообщило. Советское правительство обратилось к Тито с просьбой разрешить временное вхождение советских войск на югославскую территорию. И югославская сторона согласилась. Это был прецедент. Советский Союз впервые за годы войны просил разрешения ввести свои войска на территорию другой страны. Заявление ТАСС стало важной частью большой дипломатической интриги. Сталин согласился поднять авторитет партизан. И одновременно это была заявка на то, что правительство Югославии, которое будет после победы над немцами, это правительство, мы, Советский Союз, поднимаем в глазах Запада. Тито просил Москву о помощи, начиная с 1941 года. Но тогда оказать ее было невозможно, из-за тяжелого положения на фронтах и удаленности Югославии. Маршал это понимал, но однажды, получив политические указания из Москвы, не сдержался и направил раздраженный ответ. Если не можете помочь, то хотя бы не мешайте. Говорят, что именно тогда Сталин топал ногами от яростей на строптивого маршала. Реальная возможность помочь появилась летом 1944 года. Советские самолеты перебрасывали партизанам оружие и другие грузы. Незадолго до этого, в мае 1944 года, Тито чуть не погиб. Немецкие десантники высадились в городе Дрвар, где находился штаб партизан. Сталин тогда лично приказал разыскать Тито и доставить его в безопасное место. Советские летчики вывезли его в итальянский город Бари, а потом на остров Вис на Али.